Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучать микроконтроллер AVR. Работаем с Atmega 8. Урок у нас номер 32. И работаем мы сегодня опять с дисплеем LCD 20 на 4. Будем расширять его функционал. Зачем это потребуется, мы узнаем в более поздних уроках. А в начале ролика я хочу вам порекомендовать молодой интересный канал DragonsM. На этом канале вы сможете посмотреть распаковки посылок из Китая, обзоры смартфонов и другой электроники, ремонт различной техники и многое-многое другое. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Ссылочка на канал будет под видео в описании. Ну, делу время, потехе час. Давайте перейдём к проекту, к нашему. Вот такой у нас проект под названием MyLCD80. Он почти что пустой. Единственные вот эти файлы LCDC, LCDH и MineH я забрал с предыдущего занятия, когда мы подключали Atmega 8 к TINI по интерфейсу SPY. Так, что дальше? Вот у нас MineH. Здесь у нас подключен LCDH. Ну, давайте ещё на всякий случай. Вот здесь вот когда-то он был, этот файл подключен. Возможно, он пригодится, возможно, нет. Есть ещё файл для работы со строками. Там много всяческих функций есть. Ну, теперь давайте перейдём к основному файлу. Инициализация порта мы возьмём с вот этого файла test009, с нашего старинного доброго файла. Немножко буковку подправим. Какая-то она тут странная. Да что такое? Не хочет подправляться. А всё остальное возьмём вот с этого файла, где мы с вами пробовали переходник I2C для подключения дисплея. И, в общем-то, всё остальное мы отсюда возьмём. Единственное то, что I2C нам не нужен будет. Мы дисплей с вами подключаем стандартным способом. Вот так вот. Вот 4-битным способом обычным. Вот лапки портов. Всё. Я, в общем-то, ничего не менял. Давайте единственное вот здесь вот покрасивей, наверное, будет nihilo work, а то везде стринги. Здесь пускай тоже будет стринг, только первый. Вот. Соберём. Если всё у нас правильно, то в протеусе должно заработать. И не только в протеусе, а ещё и, в общем-то, в железе. Сейчас мы подключим данный проект. Нужно убедиться, что в железе тоже у нас всё нормально подключено и тогда мы начнём какие-то функции придумывать. Вот. Ну, давайте перейдём к схемке. Вот она у нас такая вот схемка. Всё стандартно подключено. Единственное, вот здесь вот я резистор воткнул на анод подсветки, по-моему, на 220, что ли, Ом, чтобы немножко ограничить ток, а то я боюсь за подсветку. Она же должна вроде как от 3 В питаться, а мы на неё подаём 5. Ну, в общем-то, прошивки сейчас никакой практически нет. Вот. Поэтому давайте дисплей считаем, вернее микроконтроллер считаем и прошьём. Вот у нас появились все четыре строки. Отлично. Тогда продолжим дальше. В общем-то, что я хочу? Я хочу написать функцию, которая будет у нас выводить все 80 символов из одного буфера. Зачем это нужно? В общем-то, я планирую в дальнейшем поработать с карточками SD и почитать оттуда файлы с помощью дисплей, поэтому функция такая будет необходима. Но она и вообще нужна. Поэтому давайте доделаем сегодня немножко функционал дисплея. Ну, зайдём вот в этот вот файлик. Это вот обычная у нас строка выводится. Ну, сделаем по её подобию, стр, lcd. Ну, назовём её стр-80 lcd, то есть она будет выводить сразу 80 символов. Ну, здесь можно использовать onZenetChar. Затем, тут немножко не так. Здесь будет n меньше или равно 19. Мы первые 20 символов с вами считаем в первую строку. Но перед тем, как их считать первую строку, нам нужно встать на нулевой символ. Это у нас есть вот здесь. Вот так вот мы встаём на нулевой символ. Только единственное там у нас было не на нулевой символ, а на любой символ из первой строки. Поэтому нам с x ничего не нужно будет сравнивать. То есть, вот мы 80 шестнадцатеричных, то есть самый старший байт мы… вот, то есть, простите, самый старший бит посылаем команду, тем самым мы даём команду по адресу 0 попасть в SD, то есть, в DD-RAM, вот сюда. Но как мы видим, у нас после первой строки в DD-RAM позиционируется строка третья, но мы этим поэтому и воспользуемся сейчас. То есть, там тринадцатом заканчивается шестнадцатеричным, четырнадцатом начинается, вот. Но тут всё правильно, здесь ничего менять не нужно. Ну, немножко сместить для красоты только если. Вот. Поэтому следующее мы, чтобы нам ничего не позиционировать, то есть, не выводить вот эту команду, мы будем с вами начать с сорокового начинать по пятьдесят девятый. Ну, давайте немножко комментарий напишем. Тут будет у нас первая строка, здесь вот мы напишем, что на третью строку мы с вами попадаем автоматически, так как таким вот образом организована у нас DD-RAM. Затем. Затем уже вот так. Так, здесь будет у нас вторая строка теперь, в общем-то. Ну, соответственно, символы мы выводить будем с двадцатого по тридцать девятый, так как у нас с нуля начинается, поэтому с сорока, с двадцати, с шестидесяти, вот так. Но команда немножко будет у нас другая. Команда будет подобная, как мы вот здесь вот третий строк с вами выводили, но чуть-чуть не такая. Нет, это не третья, как вторую. Так как мы адрес с вами передаём без смещения, мы на самый первый символ встаём, то никаких иксов не будет, а нам просто сорок и восемьдесят нужно будет по операции или сложить. Ну, это будет сто двадцать, конечно, но, конечно, не сто двадцать, а c0. Вот так. Вот это будет вторая строка у нас. Ну, а здесь вот мы по образу и подобию продолжим. Только здесь будет с шестидесятой по семьдесят девятую. И здесь мы на четвёртую таким вот образом перейдём. Ну, чтобы убедиться, мы посмотрим. Вот у нас пятьдесят три, вторая заканчивается, пятьдесят четыре, начинается у нас четвёртая строка. Ну, вот этим мы и воспользуемся. Ну, в общем-то, здесь у нас всё. Давайте сделаем прототипчик и где-то вот рядом вот сюда положим. Ну, напишем комментарий. Отлично. Теперь продолжим. Перейдём в наш главный файл и здесь добавим переменную, соответственно. Ну, назовём её мы буфер. Символов в ней будет 512. Ну, почему именно 512? Потому что у нас в SD-карте блоки по 512 байт, вот поэтому 512. А мы, как я уже оговорился, случайно или не случайно будем работать с памятью SD вскоре с картой. Ну, скорее всего, по интерфейсу SPY. Так проще. Он там есть и он у нас есть. Но, скорее всего, SPY будет применён не аппаратно, а программно. С аппаратным не совсем хорошо. Можно даже сказать совсем коряво. Работают некоторые экземпляры карт SD. Ну, в общем-то, что мы сюда запишем. Мы не будем ничего сочинять. Я взял вот из этого же вот файла выдержку небольшую и из неё создал строку. Вот здесь вот видно, что у нас 512 длина. Поэтому мы её всю выделяем. Берём буфер обмена и кладём вот сюда. Вот. У нас есть теперь немножко символов. Что-то у нас тут происходит странное. По всей видимости, здесь вот лишняя скобка. Вот. Ничего больше у нас странного не происходит. Ну, давайте теперь, наверное, небольшую задержку внесём. Мы оставим всё-таки вот эти вывод строчек, чтобы нам видеть впоследствии, что у нас дисплей заработал. Ну, такой вот, например, в 2 секунды. Ну, и затем мы не должны никакой setPos использовать, так как у нас там всё с нуля позиционируется. Вот. Возьмём эту функцию. Только здесь вот, как мы помним, 80 добавим. И вот тут мы наш буфер вставим. Соберём код. Прошвём контроллер. Вот у нас показываются строчки. И теперь часть нашего вот этого буфера. 40 символов. Ну, давайте будем дальше по нему пробовать шагать. Вернёмся в код. Ещё одну задержечку добавим. Ну и, соответственно, вот так сделаем. Ну, в общем-то, если вы знаете, как работать с указателями любой памяти, строчными, нестрочными, неважно какими. То есть, если мы к указателю прибавляем смещение, то мы выводим область памяти, смещённую на 20 каких-либо информационных единиц, в нашем случае символов, чаров, в скобках байт. Ну, давайте посмотрим. Мы сместились на 20, поэтому мы на одну строку с вами сдвинем как бы текст вверх. Прошвём опять же контроллер и посмотрим. Вот у нас текст и вот он у нас сдвинулся вверх. Ну, давайте ещё попробуем. Давайте задержку чуть-чуть убавим. Напишем плюс 40. Прошвём и посмотрим. Вот у нас текст уже на два символа смещается. Согласитесь, очень интересно. Но, согласитесь, очень неинтересно нам сейчас заполнять таким кодом, ну, несколько страниц, скажем, нашего исходника. Поэтому мы так делать не будем. Мы добавим с вами переменную, некую для позиционирования. Мы её int добавим. Так как нам, по идее, здесь и хватит и чара, но мы ещё попробуем потом посимвольно сдвигать. Не построчно, а посимвольно. Это будет очень красиво. Я сегодня пробовал. Ну, вот. Теперь мы здесь вот пишем цикл. И равно 0. Так. 512 разделить на сколько у нас? На 20. Мы через 20 выводим. Получается где-то там 26 с какими-то копейками. Ну, мы минус 4, так как мы у нас видим их. Нам на последний строк не нужно вставать. Нам на четвёртую сзади. И мы тогда увидим весь конец текста. То есть, тогда, наверное, мы тут пишем 22. Ну, а здесь вот вставим функции. Наверное, всё это сместим вот сюда. Вот это вот всё мы пока закомментируем. Нам это не нужно. Ну, буфер плюс i умножить на 20 соответственно. Ну и не забываем про задержку. В принципе, здесь не нужны нам эти скобки. Мы можем сделать вот так. Ну, тут задержку. Ну, можно посекундно. Как раз нам потребуется 26 секунд на то, чтобы прочитать весь текст. Ну, это, конечно, в кавычках прочитать. Прочитать мы, скорее всего, с такой скоростью не успеем. Ну, кто хорошо читает по-английски, по всей видимости, успеет. Я не успею. Ну, я этот даташит уже читал. Мне не интересно. Ну, кому интересно, пусть почитает. Код я выложу в описании по славной традиции. Давайте попробуем. Прошьёмся и посмотрим, что у нас будет происходить. Вот у нас поехал текст. Таким вот образом. Вот они все смещаются. Вот чётко всё смещается. Ну, конечно, можно было бы загнаться и отследить вот эти пробелы и где пробел переносить строки. Ну, я не стал. Это не цель нашего занятия. Цель занятия нам вот именно вот такой вот интересной функции. Вот у нас где закончился файл. Ну, а дальше, соответственно, идёт дальше область памяти. Она же у нас память-то непрерывная. То есть, и там, скорее всего, вот если мы с вами посмотрим код, вот эта вот строка уже выводится. То есть, мы сначала инициализировали буфер, а потом мы, когда выводили вот эту строку, так или иначе, это всё в памяти заполняется и вот она и вывелась у нас в данный момент. Ну, давайте ещё приколимся немножко и попробуем всё это дело вывести не построчно, а посимвольно. Поэтому я и создал переменную int. Вот здесь вот будет 512 минус 80, получится 432. Поэтому шагаем до 432 и здесь уже мы на 20 соответственно не умножаем, ну и на 1000 тоже. Ну, 100 нормально будет. Задержка. Я пробовал 50, практически ничего на дисплее не видно. Собираем, прошиваем и смотрим. Вот как интересно. Не правда ли? Вот у нас весь текст пошёл. То есть, можно читать просто бегущей строкой. Можно как-то ещё глазами догонять, но это не важно. То есть, самое главное, что у нас всё работает с вами. То есть, мы расширили функционал дисплея, с чем я вас и поздравляю. То есть, мы теперь можем с ним, с небольшими текстами уже работать, так сказать, с этим дисплеечком. Ну, и плюс немножко мы научились работать с буферами, немножко с памятью. Ну, всё ещё, конечно, впереди. Это у нас только несмотря на то, что у нас урок 30 уже там какой там, второй, да. Тем не менее, всё самое интересное ещё впереди. То есть, ну, кто уже хорошо себя познал в АВРах, я советую посмотреть мои видео по сборке проектов и программированию под микроконтроллеры STM32. Это очень интересно. Даже если у кого-то нет таких контроллеров, то всё равно это интересно посмотреть. То есть, там я немножко для более продвинутого уровня даю занятия. Ну, на этом разрешите с вами на время, конечно, попрощаться. Это ещё не конец далеко. То есть, занятия ещё будут. В общем, разрешите поблагодарить вас за просмотры, за лайки, за подписки, за то, что вы оценили мой труд. Я смотрю в комментариях. Есть уже подписчики, ну, благодарят за мои уроки. И вам большое тоже спасибо. Ну, по-прежнему не забывайте подписываться на канал, кто ещё не подписан. То есть, тем самым вы будете вовремя видеть, когда у меня выходит следующее видео. Также, чтобы узнать, когда выходит следующее видео, вступайте в группы ВКонтакте, в Одноклассники, в Фейсбуке, кому куда удобно. То есть, ссылки все есть в описании. Там я также сейчас по новой традиции заранее, в общем-то, до секунды пишу, когда именно следующее видео и про что выходит. И тем самым вы можете уже как-то подготовиться. Может каких-то нет у кого причиндалов и так далее. Ну, в общем-то, если видео моё очередное вам понравилось, то ставьте лайки. Не понравилось, то ставьте дизлайки. Ну, надеюсь, что, конечно, понравилось. Но всё может быть. Если не понравилось, пишите в комментариях, что именно желательно изменить в формате, может быть, моих уроков. Может, как-то по-другому мне их давать. То есть, также пишите комментарии ещё с какими-то предложениями. Пишите комментарии, обсуждайте всё в группах моих. Всем пока, всего доброго. До свидания. Аминь. 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 Артур烈进 юниор upside down допуска Вы оставляете никакого нажиманияares и инструмента порlais. Угуlangа в anticimp begрацина troisième мое благочешное будем они Аминь. Сегодняш matéri Mayo с начала,